Президент Приднестровья Евгений Шевчук встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Дубосарах и Дубосарском районе. Встреча состоялась в день освобождения города от немецко-румынских оккупантов. Общение с фронтовиками прошло в Дубосарской гимназии номер один, где главу государства встречали представители юноармейских отрядов. С подробностями Ольга Гаврилова. Товарищ подполковник, юноармейский отряд «Местер» Дубосарской гимназии номер один для участия в смотре и конкурсе «Статем в строю, силен в бою» построен. Командир отряда «Юноармейс Бурлат». Юноармейское движение в Дубосарской гимназии номер один начало развиваться более 20 лет назад, с 1993-го. Сегодня впервые за все годы один из юноармейских отрядов находится под командованием девушки. У юноармейца должна быть прекрасная сила воли, выдержка, эмоции. Все переживать должен, все вот так вот, стойко, встал и стоишь. Ну, я стала юноармейцем, во-первых, потому что я очень люблю свою республику. У меня поставленный голос и есть, как скажем, мужество в характере. Несмотря на силу воли и мужества в характере, командиры отрядов немного волнуются. Ведь сегодня о построении своих отрядов они докладывают высшему должностному лицу, президенту Евгению Шевчуку. Уважаемый товарищ президент, юноармейские отряды гимназии номер один, по случаю вашего прибытия на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны построены. Командир отряда «Курт-Рико». Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Само слово «президент» сегодня это значимое и веское слово для каждого жителя нашего Приднестровья. А для ребят, вот командир здесь присутствовал, который уже докладком президент узнал, ну, выяснилось, была генеральная тренировочка, он уже стал сбиваться, больнуются, люди переживают. Это нормальное явление, что люди, вот, все-таки это президент не каждый месяц, не каждый год нам проезжает, и мы готовимся к этому, готовимся серьезно. Добрый день! Здравствуйте! Сергей Порфирович Михайлов. Очень приятно, присаживайтесь. Всем ветеранам добрый день! Добрый день! Я поздороваюсь со всеми. Не вставайте только, хорошо? Самые главные гости в гимназии номер один – это ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дубосарах и в Дубосарском районе. Президент Евгений Шевчук приветствует их в актовом зале школы, поздравляет с Днем освобождения города от немецко-румынских оккупантов, желает бесконечного здоровья и благодарит их за мужество, выдержку, отвагу, любовь к родине и веру в победу. Зат над головой бушует свадебной красой. За чашкой чая ветераны поют, делятся с главой государства воспоминаниями, рассказывают, как живут сегодня, чем интересуются, озвучивают просьбы и пожелания, задают президенту вопросы. От всех нас, ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарю вас, что вы в это тяжёлое время нашли время встретиться с нами и поговорить, как говорится, по душам. Я долго говорить не буду, но хочу затронуть несколько вопросов. Значит, у нас в Приднестровье сейчас точно такое же положение, как в России. Мы покупаем те продукты за границей, которые должны у нас выйти. Они есть, только надо их переработать и подать к столу. Говорили не только о развитии агропромышленного комплекса, но и о ситуации в республике в целом, о развитии инфраструктуры Дубоссар и Дубоссарского района в частности, и о многом другом. Спасибо за предложение, за замечание, спасибо за чай. С днём освобождения города Дубоссары. Вам крепкого здоровья. Многие лета подсказывайте нам, иногда ругайте. Это тоже нужно и полезно. После встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которые ещё долго президента не отпускали, Евгений Шевчук отправился в общественную приёмную, где его ждали жители Дубоссар, чтобы рассказать о своих проблемах и пообщаться с президентом республики на приёме лично. Ольга Гаврилова, Дмитрий Дьяков и Евгений Свили. Первый Приднестровский телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова